Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Vastatazaurex и сегодня я сделаю как бы видео о том, почему мне нравится Slendytubes. Графика это в этом, в этой игре очень даже хороша. Графика по правде говоря очень клевая, хорошая и даже пугающая. Еще один плюс, то что в этом, в этой игре есть и сюжетная кампания и мультиплеерная. И это как бы нереально клево. А теперь я выскажу плюсы сюжета, сюжетной игры и минусы, точнее плюсы сюжетной и плюсы мультиплеерной. Минусы сюжетной игры, то что она проходится очень быстро ребята. Да, в конце на самом деле довольно долго ты херачишься с монстрами, такими как По, но перед этим робот, а потом уже только По. Да, вот эти вот две самые такие долгие битвы, но на самом деле в сюжете как бы только вот, ну как бы это даже приятно. Это реально очень приятно становится, когда вот ты как бы сидишь, ты просто убиваешь тупо всех там. И это реально затягивает. Плюс, еще один плюс это музыка. Саундтрек в этой игре просто отпадный. Как и в мультиплеере, так и в сюжете ребята. В мультиплеере по большей части именно оружие и саундтрек занимает большую часть вообще этой игры. На самом деле там есть как и режим собирать кустарды, но также режим чтобы пострелять в монстров. И это реально крутой режим. Там есть оружие. Вот этот вот мультиплеер, 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 где ты стреляешь во всяких тварей. И это реально очень круто. Также, ребят, хочу отметить то, что в мультиплеере есть режим играть за монстров. То есть за всех тех монстров, которые попадаются, ну то есть которые есть в вашем, ну есть в игре, в мультиплеере. И это реально очень круто. Какая же самая лучшая игра из них? Блин, ребят, ну конечно же третья. Первая и вторая довольно хорошие. Но первая, как бы там нету таких вот клевых, там есть только два режима. Первое это собирать кустарды, второе это играть за монстров и все. Что же до 2D-шки, то там это как 3D-шка, только 2D-шка. Там есть все уровни и все как бы. Но там, кстати, тоже есть, ну где можно, там в 2D-шке тоже можно поиграть за монстров. Также хочу отметить то, что в Слендитюбе есть вторая часть. Как-то она называлась, я не помню, там был один единственный режим, вроде бы один единственный режим, это где Тимки Танк. Там ты ходишь с камерой, вроде бы, но, короче, там, нет, там не один режим с Тимки Танком. Я узнала то, что во второй части всего один режим, это собирать кустарды. Вот, но во второй части там, опять же, есть разные режимы. И вот благодаря, ребят, этой игре мне начало даже нравиться это шоу. И прикол в том, что мне начала играть, нравится эта игра. Но все прикол в том, что это благодаря Андрею. Потому что это он мне рассказал об этой игре. Ну, ребят, реально, игра сама очень крутая. И она мне очень нравится, ребят. Вывод? Эта, ребята, игра охеренная. Она довольно клевая. Даже есть, ну, да, там есть даже юмор, мемы и всякое такое. Ну, что ж, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Сегодня было мнение мое, ну, точнее, не мнение, а рассказ о том, почему мне нравится Слендитюбе. Три и все части. Всем пока-пока.